Существует классическая модель паники. Заключается она в следующем. Эта модель много раз описана в литературе. Вот, предположим, есть достаточно крепкий банк. Не самый крупный, не самый мелкий. Он принимает деньги у вкладчиков, в свою очередь вкладывает в какие-то активы, выплачивает проценты. И вот в один прекрасный день в банк является значительно большее число клиентов снимать деньги, чем обычно. Ну, происходит это в силу совершенно случайных обстоятельств. Просто так сложилось. Но пришло довольно много народу. Возникают очереди, да? Люди начинают слегка нервничать. Атмосфера, ну, не то чтобы нервозная, но какая-то, ну, чуть-чуть напряженная. И вот тут откуда-то, причем никогда не удается установить откуда возникает слух, что у банка не все в порядке. Вот этот слух мгновенно облетает всех клиентов. Не то чтобы ему все верят, но на всякий случай, тот клиент, который хоть предполагал снять, скажем, тысячу долларов, модель была разработана еще до электронных карточек. Так кто предполагал снять тысячу долларов, начинает снимать пять. Кто предполагал снять там пять, начинает снимать пятнадцать. Некоторые клиенты вдруг ни с того, ни с сего, отстояв длинную очередь, закрывают вклады. Зачем они это сделали? Потом они сами объяснить не могут. Через некоторое время у банка заканчиваются деньги, потому что спрос на ликвидность очень высокая. На всякий случай я скажу, что деньги клиентов банк в мешках, в подвале не держит. У банка есть определенная сумма наличных денег, но основной капитал банка вложен в различные активы. Его не так просто вынуть. То есть любой банк обанкротится, если все клиенты вдруг потребуют деньги обратно. Заканчивается ликвидность. Выходит директор, этот сюжет описывался много раз, заверяет клиентов, что все в порядке, абсолютно все в порядке. Деньги у банка есть, просто закончились наличные, сейчас их подвезут, буквально завтра с утра всем все будут. После этого клиенты уже убеждены, что у банка не все в порядке. Если сам директор начинает их успокаивать, значит там что-то не то. Происходит расширение этой волны по всему городу, обзваниваются друзья, приятели, родственники, у которых могут быть деньги в этом банке. И к следующему утру около банка стоит колоссальная толпа, и все требуют свои вклады. Банк рушится. Все. Вот это классическая схема финансовой паники. Причем она может быть расширена не только, она может не быть ограничена одним банком. На другой день в том же городе может пойти слух, что это вообще все банки сейчас ненадежны. И тогда эта волна паники начинает расширяться. Вот какие можно сразу же сделать выводы, исходя из этой классической модели? Во-первых, паника может возникнуть на ровном месте, когда для нее нет никаких оснований. Во-вторых, паника возникает в ситуации нервозности. Не важно, каким образом сложилась атмосфера нервозности. Во-вторых, что она сложилась. И в-третьих, что очень важно, никакие заверения официальных лиц, никакие логические аргументы, взывающие к разуму, в момент паники не действуют. На этом спотыкаются многие управляющие, и на этом спотыкаются многие правительства. Правительству обычно кажется, что стоит выступить с заявлением, успокаивающим заявлением, и рассказать все, как есть на самом деле, и сразу волна паники уляжется. А это производит, как правило, обратный эффект. Вот обратите внимание на российскую панику 2014 года. Осень. Выступало несколько официальных лиц и заверяло, что для паники нет никаких оснований. Да, санкции – это тяжело, да, падает цена на нефть, но у России очень маленький внешний долг, у России бездефицитный бюджет, и у России большой золотовалютный запас. Вот такой фундамент, на котором можно держаться очень долго. Ничего не подействовало. Этих аргументов как будто никто не слышал. Так вот, это идеальная модель. Теперь реальная модель паники. Правда, не финансовый. Это реальная модель, реальный сюжет паники, тоже много раз описан в литературе. И в нем видны те закономерности, с которыми приходится бороться в первую очередь. Значит, это октябрь 1938 года. Американский режиссер Орсон Уэллс начинает транслировать по радио постановку «Войны миров» по Герберту Уэллсу, по своему однофамильцу. Постановка идет в виде репортажа, как якобы со всех сторон Америки приходит известие о том, что высадились марсиане, о том, что они продвигаются вперед, сжигают все тепловыми лучами, и они пускают ядовитые газы. Паника мгновенно охватывает Северо-Восточную Америку. Американцы вооружаются, строят баррикады, закрываются в домах, а жители крупных городов спасаются бегством. Пробка из Нью-Йорка достигала 100 километров. Вот выехали машины и встали. Что любопытно, множество людей видело боевые марсианские треножники. Множество людей утверждало, что они видели тепловые лучи, которые сжигают все перед собой. И почти половина опрошенных чувствовала в воздухе запах ядовитых газов. Вот что такое паника. Это своего рода самоосуществляющийся сюжет. То есть паника реализует то, чего все боятся. А теперь перейдем к ситуации в России. Да, по поводу американской паники, по поводу войны миров. Здесь надо иметь в виду одно очень важное обстоятельство. В Америке тогда сложилась ситуация социально сильного социального невроза. Остается год до начала мировой войны. Это все чувствуют. Идет война в Испании. Идет война в Китае. Только что заключены Мюнхенские соглашения. Гитлер оккупировал судеты. И понятно, что он на этом не остановится. В самой Америке продолжается Великая депрессия. Реформы Рузвельта ее немного смягчили, но не ликвидировали совсем. И вот стоило в этой нервозной атмосфере появиться слуху, как вспыхнула паника. А теперь обратимся к России осени 2014 года. На мой взгляд, в этот период в России сложилась также ситуация высокой социальной нервозности. Во-первых, ни с того ни с сего после весьма благополучного периода остановилось экономическое развитие. 13-й год это год стагнации или рецессии. Называйте это как угодно. Это было большой неожиданностью для всех. Хотя россияне еще не почувствовали ухудшение материального положения, но психологическое давление уже началось. Во-вторых, незадолго до этого абсолютно неожиданно для всех вспыхнули масштабные гражданские протесты. Их тоже никто не ждал. Имеется в виду протестная зима 2011-2012 годов. Их никто не ждал, не предугадывал. Протесты чуть не захлестнули страну. Конечно, они немного угасли. Тем не менее, ситуацию добавило соответствующую долю нервозности. Ну и конец сам 2014-й год. Кризис на Украине, гражданская война, санкции стороны Запада и обвал цен на нефть. Вот ситуация высокой нервозности. И в этой ситуации несомненно вспыхивает паника. То есть паника, финансовая паника осени 2014-го года это явление практически закономерное. На мой взгляд, правительство обязано было предугадать, что такая паника возникнет. И последнее, о чем я хочу сказать. Можно ли остановить панику? Вот то, что панику можно предотвратить это отдельный вопрос. Но предотвращение паники это долгоиграющие стратегии. А вот можно ли панику остановить? Да, панику действительно остановить можно. Существует по крайней мере два уже давно отработанных метода, которые помогают эту ситуацию каким-то образом погасить. Один метод это переключение, так он условно называется, а второй метод это удар дубиной. В чем заключается переключение? Я здесь приведу пример не столько с панической, сколько с агрессивной толпой. Эти состояния очень близки. В общем, агрессивную толпу переключать еще сложнее, чем паническую. Так вот, после августовского путча 1991 по всей Москве вспыхнули победные демонстрации. Наступила свобода. Одна из таких демонстраций очень больших масштабов состоялась на Лубянской площади, там, где здание КГБ. Причем выступали ораторы и призывали народ к штурму здания КГБ. Нужно разрушить этот очаг репрессий, нужно разогнать этих палачей и покончить с тем механизмом, который угнетал всю страну. Казалось, что народ вот-вот пойдет на штурм. Но в какой-то момент вдруг изменилась интонация. Один за другим стали выступать ораторы, которые говорили, что да, несомненно, здание КГБ необходимо взять в народные руки. Но посмотрите вот сюда. Вот стоит памятник Держинскому. Это главный палач, это создатель всего механизма, это символ репрессии. Вот давайте сначала свалим памятник Держинскому, давайте его уничтожим, а потом уже будем штурмовать здание. Толпа мгновенно переключилась. Ну, выяснилось, что свалить памятник не так просто, руками его не повалишь. Пока пригнали бульдозеры, пока нашли тросы, пока повалили, половина людей уже разошлась. А остальные, то есть ядро митинга, ну, в общем, энтузиазм как-то угас. Тем более, что памятник свалили, вроде собрались не зря, ну и как-то уже желание штурмовать при том, что при штурме могло быть множество жертв. Вот такого желания уже не было. Вот это классический момент переключения. Причем не исключено, что ораторы второго типа, которые предлагали повалить памятник Дзержинского, были сотрудниками КГБ. Потому что во всех спецслужбах практически всех крупных стран тогда уже отрабатывались методы переключения и подавления паники. Паники и агрессивные толпы. Вот это метод переключения. Второй метод это удар дубиной. Он очень прост. Обычно его используют в ситуации фронтовой паники. Командир любой воинской части, любой армии мира в момент паники имеет право без суда и следствия расстрелять паникеров. Вот это удар дубиной. Такой удар дубиной был нанесен и в момент нашего российского финансового кризиса. Вот обратите внимание, когда правительство обращалось с увещеваниями, ничего не происходило. А вот удар дубиной нанес центробанкт, подняв центральную ставку до 17%. Кредиты мгновенно подорожали, рубль мгновенно подорожал и остановился. Это и был удар дубиной. дубиной. Другое дело, что после такого удара, как известно из исследований по механизму панических состояний, обычно образуется ситуация неопределенности. Вот панику остановили, предположим, на фронте. Там командир не расстрелял, арестовал паникеров, неважно. Но если после этого командир не организует мгновенно, самыми жесткими мерами не организует сопротивление, то паника будет продолжаться. Через некоторое время она вспыхнет снова. И хуже того, она перейдет в депрессивную фазу. Когда войска будут отступать, паники вроде нет, но все отступают. Отступают, отступают, эту вязкую массу не остановить. Из нее соединения уже не собрать. Такое много раз происходило в истории. Вот я боюсь, что сейчас после того, как Центробанк нанес, не знаю правильный или нет, пусть это скажут экономисты, правильный или нет, удар дубиной, на некоторое время остановил панику. Вот в этой ситуации, на мой взгляд, не принимается никаких, ну, по крайней мере, с точки зрения рядового России, никаких чрезвычайных мер, чтобы паника не вспыхнула снова. По-моему, мы погружаемся в постпаническое депрессивное состояние, а выбираться из него чрезвычайно трудно. Ну что, я чувствую, что мне придется заступаться за паникюр, а то они беззащитные остались совершенно. Вот когда начался нынешний этап кризиса, когда рубль уже рухнул и стало ясно, что он не поднимется до предыдущего уровня, в прессе появились любопытные публикации, я даже жалею, что я сам свое время не собрал материал для того, чтобы такую публикацию подготовить, ну вот поленился. Появились публикации со ссылками на прогнозы крупнейших российских экспертов, которые они делали в начале 2014 года, когда, если вы сейчас помните, рубль уже начал двигаться вниз, но тогда еще, конечно, масштабы кризиса не чувствовались. И вот тогда ведущие эксперты это люди не из университетов и академии наук, а люди из коммерческих структур, где им за прогнозы платят такие деньги, которые мы все с вами вместе не заработаем. Эти люди говорили, жалко нам паникюров, которые сейчас сбрасывают рубли и покупают доллары. Эти люди падут жертвой коварных банкиров. Потом рубль снова вырастет и на этом деле наживутся только банки. Поэтому умные люди, конечно, не паникуют, умные люди не продают рубли, не покупают доллары, а вот паникеры, они, как всегда, падут жертвой. Поскольку я перечитал эти публикации, даже помню сейчас фамилии этих замечательных экспертов, и если кто-то послушал этих экспертов, то потерял очень много денег. А если поддался панике, то что-то по крайней мере успел спасти. Я это говорю не к тому, что надо всегда поддаваться панике, понятно, что коллеги уже много говорили о вреде паники, в основном я с этим соглашусь, но когда мы говорим об экономике, я сейчас буду об этом говорить, я знаю очень мало паник, которые бы возникали на голом месте, вот как Андрей Михайлович выразился, в экономике как правило место не голое, или если паника возникает действительно на голом месте, она скоро рассасывается и мы о этих паниках толком и не помним. А вот когда в экономике плохое положение дел, тогда паника действительно приводит к печальным последствиям. я сейчас дам комментарий по поводу примера, который Андрей Михайлович привел в самом начале с банком, который вдруг оказывается жертвой набега вкладчиков. Хороший пример, все совершенно точно описано, но у этого примера есть не только поведенческая составляющая, но и экономическая. Экономисты знают, что для того, чтобы банк не пал жертвой такой паники, надо сделать несколько совершенно конкретных вещей. Если банкир это не делает, то он мошенник с самого начала, по определению. Может быть не в уголовном смысле его нельзя посадить, но в моральном точном. Значит, первое, у банка должны быть резервы. Банк всегда должен знать, что в какой-то момент придет какое-то количество паникеров, и у банка должны быть резервы, чтобы удовлетворить претензии вкладчиков достаточно быстро быстро их удовлетворить. Второе, у любого банкира есть принцип, он называется нет кредита без депозита. То есть, если вы банкир, и вы привлекаете деньги у вкладчика на три месяца, то эти деньги должны быть даны в виде кредита на три месяца, а не на три года. Вот на что, на какой срок взяли, на такой и даете. Если вы взяли краткосрочные кредиты, а вы даете долгосрочные, вы в моральном смысле мошенник. Так нельзя поступать, потому что вы подвергаете себя дополнительным угрозам в случае паники. Ну, есть еще и от моментов, допустим, существует практика страхования депозитов, но это вы наверняка знаете, что все депозиты в банках застрахованы, и в случае если какой-то банк рухнет, мы имеем право получить сумму достаточно большую от агентства по страхованию депозитов. Вот если все эти принципы соблюдаются, то здоровый банк в здоровой стране не рухнет. Значит, здоровая страна это нормальная практика страхования депозитов, здоровый банк это соблюдение принципа нет коэдита без депозита. А если банки рушатся один за другим, то это означает, что в стране, во-первых, серьезные проблемы, что страной так управляют, что для банков созданы дополнительные трудности. А второе, что сами банкиры ведут себя неправильно, нарушают принципы экономические. Вот от этого, если перейти к общей ситуации в нашей стране, то надо сказать следующее. Та паника, которую мы видели в 2014 году, в основном была рациональной и довольно разумной реакцией на бездарное управление страной и на то, что экономику подвели к полному развалу. Во-первых, нормальный и разумный человек прекрасно понимает, насколько курс рубля и устойчивость наших банков связаны с ценами на нефть. Для этого не надо быть семипядей во лбу, даже Медведев, будучи премьер-министром, говорил, насколько мы зависимы от цен на нефть. И человек с элементарным уровнем образования понимает, если начали падать цены на нефть, из рубля надо бежать как можно быстрее. Это не психология, не поведение, это чистая экономика. 15 лет одни и те же люди правят страной и палец о палец не ударили для того, чтобы изменить структуру экономики. Это может не понимать 80% населения, которые денег не имеют, но те 15%, которые что-то имеют, они умеют ворочать мозгами, умеют зарабатывать, умеют сберечь заработанное, и они вот эти элементарные механизмы уж точно понимают. Поэтому они вели себя довольно рационально, хотя внешне это выглядело как паника. Совсем рациональные люди заранее распределили свои деньги и какую-то часть вложили в доллары и в евро. Но кто заранее не позаботился, по крайней мере, в момент начала этой самой паники, успели что-то вложить в доллары и евро. Это нормальное, разумное поведение. во-вторых, по итогам 2013 года было видно, эта статистика показывала это никакие не тайны, что российская экономика практически остановилась при высоких ценах на нефть. Сначала остановились, ну точнее был рост 1,3%, это практически стагнация. А потом уже стали падать цены на нефть и на это наложились еще катастрофические проблемы. То есть грамотные люди понимали, что российская экономика даже при высоких ценах на нефть уже не развивается. Ну мы в этой аудитории много раз говорили о том, почему это происходило, это не случайность, это есть четкое нарушение нормальных принципов управления экономикой страны. Коррупционная власть довела страну до крайнего предела. Поэтому нормальная реакция состояла в следующем, конечно, надо вкладывать деньги в иностранную валюту, это поможет сберечь, ну а богатые обеспеченные люди просто выводили капиталы из страны, вывозили семьи из страны. В общем, не секрет, что у тех, кто управляет нашей страной, семьи и деньги часто уже давно за границей находятся, они первые подстраховались. То есть они вели себя достаточно рационально, не поддаваясь панике, а заранее все сделав соответствующим образом. если вспомнить кризис 98-го года, ну здесь в основном люди молодые, ну кто-то может помнит реакцию того времени, тогда говорили, наступил мировой экономический кризис, Россия тоже подвержена этому кризису. Потом оказалось, что никакого мирового экономического кризиса в 98-м году не было. Возникла паника на Дальнем Востоке, Таиланд, Корея, Индонезия, это страны, где экономикой плохо управляли. Ну в Корее неплохо, в Индонезии явно плохо. И эта паника перенеслась в те страны, как Россия, где тоже плохо управляли экономикой. В Соединенных Штатах или в Западной Европе кризиса не было. Я могу подробнее объяснить, почему и в чем тогда был кризис, но сейчас на это уже особо времени нет. То есть, если мы говорим об экономических паниках, то я вынужден прибегнуть к такому немодному сейчас марксистскому тезису, извините, бытие определяет сознание. Если вы нормально выстраиваете экономику, если не воруете, начиная с президентов и заканчивая президентами, начиная с президентов страны и заканчивая президентами банков, если вы не воруете у страны и не воруете у своего банка, вы панику очень быстро подавите. Если у вас все выстроено на том, чтобы воровать и плохо управлять, конечно, панику вы не подавите, потому что люди действуют вполне рационально и стараются сбежать из вашей страны, из вашей валюты или из вашего банка. Вот вы помните, я не понимаю такой вещи, о которой я уже говорил. Да, ситуация в России была достаточно тяжелой, но, как я сказал, у нас был очень маленький внешний долг, бездефицитный бюджет и большой золотовалютный запас. Когда приезжал бывший глава Центробанка Игнатьев, да, по-моему, Игнатьев, да, он проводил закрытый семинар в Петербурге, я как раз его спросил, что вот нам делать в такой ситуации, будет обвал или не будет. И человек, который вроде бы хорошо знает экономику, сказал, не будет, потому что у нас маленький внешний долг, да, у нас бездефицитный бюджет и у нас большой золотовалютный запас. Это фундамент. На таком фундаменте страна может жить достаточно долго и спокойно при всех тяжелых внешних условиях. И вдруг обвал. Вот в чем дело? Да, хороший вопрос объясню. Значит, все, что сказано, правда. Но это половина правды. Иногда, когда мы говорим половину правды, это может быть хуже, чем вообще соврать. У нас действительно очень маленький внешний долг, но вот в этой фразе не оговорено то, что в результате некоторых изменений этот долг может очень быстро возрасти. Вот именно это и происходит. Цена на нефть упала, нефтедолларов мы получаем меньше, покрыть в бюджете дефицит становится труднее. В результате у государства возникает проблема, где взять деньги. И если бы государство сегодня хотело с нами по-честному рассчитываться по всем своим обязательствам, не обесценившимися рублями, вот как сейчас, инфляция большая, а государство будет платить зарплату бюджетникам или пенсии пенсионерам в том же объеме. Вот если бы государство по-честному с нами хотело рассчитываться, то государство должно было бы что сделать? Сейчас срочно начать влезать в долги, одалживать много-много денег на мировом рынке, у наших граждан, и государственный долг очень быстро наросла. В ситуации, когда страна зависит от одного товара, от нефти, долг может вырасти буквально из ничего за короткий промежуток времени. у таких стран, как Соединенные Штаты или даже Греция, вот эта несчастная Греция, которая вся в долгах погрязла, при всех их огромных долгах, при всех их проблемах, экономика более равномерная, сбалансированная, и долг не может вырасти вот так вот буквально из ничего в результате одного кризиса. А у России или других нефтедобывающих стран вот так вот буквально из ничего возникает. Вот это первая проблема. И вот об этом независимые эксперты, ну вроде вашего покорного слуги, твердят постоянно, а официальные эксперты, они как бы забывают вот эту маленькую правду добавить к той правде, которую они говорят. Второй момент, о чем они забывают сказать. У государства долг был маленький, а у государственных компаний, скажем, Роснефти, большой. В свое время Роснефть захотела купить остатки ЮКОСа, потом компанию ТНК БП, и ради этого одалживала много денег на рынке. Сегодня Роснефти надо отдавать долги. Само по себе вообще-то это не катастрофа. Вот если бы меня спросили, как выкрутиться из долгового кейса Роснефти, я бы сказал, нет проблем, вообще не обращайте внимания. Это проблема компании Роснефти господина Сечина. Если они не смогут расплатиться с долгами, компания банкротится и продается за долги. Значит, у Роснефти будет другой хозяин. Не российское государство, а, допустим, компания ExxonMobil американская или французская Total. От этого никуда наша нефть не денется, и налоги будет проблемой. Это проблема лично господина Сечина. Но поскольку наше государство такого не допустит, господин Сечин близкий друг Путина, а компания Роснефть очень важна для устойчивости политической системы, государство конечно будет компанией Роснефть помогать. И вот в этой ситуации получается интересная штука. По статистике у государства долгов мало, но в кризисный момент государство берет долги Роснефти я могу подробнее объяснить как. Но косвенным образом перекладывает. И оказывается, что формально чиновник, который заявил, что у государства нет долгов, был прав, но он сказал половину правды. Он не сказал, что в кризисной ситуации мы костями ляжем, но спасем Роснефть за счет русского народа.